Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из Творения Святителя Анна Златоуста Отрывок из Слова о том, что кто сам себе не вредит, тому никто не может повредить. Кто сам себе не хочет сделать вреда, никто другой не может повредить. И напротив, кто не хочет бодрствовать и исполнять должное своей стороны, тому никогда никто не доставит пользы. Поэтому и дивная история Писаний, как бы на какой высокой, великой и широкой картине, описывает для тебя жизнь древних, продолжая повествование от Адама до пришествия Христова и представляет тебе, как падавшим, так и увенчанных, падавших, так и увенчанных, дабы всячески вразумить тебя, что тому, кто сам себе не делает вреда, никто другой повредить не может, хотя бы вся Вселенная подняла против него жестокую войну. Ни затруднительность обстоятельств, ни перемены времени, ни угнетения сильных, ни тучи злоумышлений, ни множества несчастья, ни совокупность всех человеческих бедствий не может немало поколебать мужественного, внимательного и бдительного человека. Напротив, нерадивого, беспечного, незаботящегося о самом себе, ничто не сделает лучшим, хотя бы употреблены были тысячи пособий. То же показывает нам и притча о тех людях, из которых один построил дом свой на камне, а другой на песке. Евангелие от Матфея, 7 глава. И это не для того, чтобы мы представляли песок и камень, или строение из камней и кровлю, или реки и дождь, и сильные ветры, устремляющиеся на здания, но чтобы от них умозаключали добродетели и пороки, и видели отсюда, что кто не вредит самому себе, тому никто не сделает вреда. Итак, ни порывисто падавший дождь, ни реки, стремившиеся с великой быстротою, ни жестокие ветры, ударявшие сильным порывом, нисколько не поколебали того дома, но он остался твердым и неподвижным. «Дабы ты знал, что кто не выдает сам себя, того никакое испытание поколебать не может, а дом другого скоро обрушился не от силы испытаний, иначе и с другим было бы тоже, но от собственного безумия строителя. Он пал не потому, что подул ветер, но так случилось с ним по тому, что он был построен на песке, то есть на нерадении и зле. Ведь он еще и ранее, нежели буря устремилась на него, был слаб и готов к падению. Такие здания хотя бы никто не трогал, и их сами собой разрушаются, потому что основание их расторгается и совершенно рассыпается. Как паутина, сама собой разрывается, хотя бы никто не прикасался к ней, а адамант и под ударами остается целым. Так точно и те, которые не вредят сами себе, хотя бы испытывали бесчисленное множество ударов, становятся более твердыми. А предающие самих себя, хотя бы никто не трогал их, сами собой увлекаются, теряются и погибают. Так погиб Иуда, который не только не подвергался никакому подобному испытанию, но и пользовался великим попечением Господа. И так, зная это и подобное тому, собираясь в богодухновенных и божественных писаний, а много можно найти таких примеров и на других различных лицах, не станем думать, что затруднительность времени или обстоятельств, или необходимости принуждения, или насилия властителей могут служить для нас достаточным оправданием в наших грехах. «О чем я вначале сказал, тем же теперь и окончу речь. Если кто терпит вред и обиды, тот непременно терпит сам от себя, а не от других. Хотя бы много было людей, обижающих и притесняющих его. А если кто не терпит сам от себя, то хотя бы нападали на него все вообще жители всей земли и моря, они не могут причинить немалого вреда бдительному в Господе и внимательному. Будем же, выщивая вас, бдеть и бодрствовать всегда и станем мужественно переносить все скорби, дабы получить нам вечное и нетленное благо во Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, том 3, страница 489. Ну и далее. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.